В Госдуме указали на рост товарооборота с Украиной вопреки санкциям Киева. Товарооборот между Украиной и Россией растет, несмотря на санкции Киева, рассказал в беседе с известиями депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. По его мнению, Украине не обойтись без товаров из России. Ранее 10 апреля правительство Украины расширило санкции против России, внеся изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ. Эмбарго распространяется на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, проводники электрические для напряжения более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамида формальдегидный концентрат, пишет газета.ру. Довели до санкций, Минфин соберет предложение по антиукраинским мерам. Москва впервые вводит экономические ограничения против Киева. Об эффективности украинских санкций в отношении с Россией ярко свидетельствуют товарооборот между странами, который в прошлом году увеличился более чем на 16%. При этом экспорт товаров на Украину из России вырос еще больше почти на 20%. Без товаров из России и Украины никуда, сказал депутат Козенко. Эмбарго на детали для производства грузовых вагонов Козенко объяснил тем, что Украина, в принципе, приостановила это производство из-за отсутствия средств. Таким образом, киевские власти пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, добавил Козенко. По его словам, резкое уменьшение пассажиросообщения с Россией приведет к сокращениям среди сотрудников укрзалезницы. Следовательно, украинские власти вводят санкции против своих же граждан, подчеркнул политик. Он добавил, что Россия не только экономически не пострадает от подобных санкций, но и практически их не заметит, поскольку во внешней торговле у Москвы много деловых партнеров. Впервые Украина объявила о введении ограничительных мер в отношении России в сентябре 2015 года. В санкционном списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого новое руководство страны взяло курс на евроинтеграцию страны и вступление в НАТО. С новой политикой государства согласились не все украинцы. Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, в том числе в поддержке ополченцев в Донбассе, шпионаже и кибератаках. Россия последовательно отрицает эти обвинения, называя их неприемлемыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова